как правильно сделать тонировку седых волос на голове и бороде самому в домашних условиях всем привет друзья вы на канале я бородач и с вами как часто это бывает георгий альфредович и сегодня хочу рассказать и на себе показать как делать камуфляж седых волос на голове и бороде но что можно сказать дорогие ребята время идет и мы к сожалению не молодеем поэтому седина приходит каждому из нас кому-то раньше кому-то позже но приходит почему отчего появляется седина в этом видео я углубляться не буду но кому интересно обязательно посмотрите на нашем канале видео о том как принять свою седину и использовать ее в общем-то сильные стороны и главное не нужно комплексовать надо сказать что сегодня мужчины в нашей стране особенно в последнее время все чаще следят за цветом своих волос это я могу сказать совершенно авторитетно по увеличивающимся потоку клиентов но и собственно не будут греха таять я сам практически постоянно этим пользуюсь о том что тонировка волос как-то ставит под сомнение вашу мужественность я даже говорить не хочу это ерунда полная забудьте выбросьте устаревшие глупости из головы в европейской индустрии барберинга и в целом в обществе это уже давным-давно нормально пожалуйста следите за собой будьте красивыми для себя и привлекательными для наших вторых половинок они же для нас стараются а мы тоже должны постараться для них все заканчиваю с лирикой приступаю к делу пошли по пунктам пункт 1 камуфляж седых волос это не то же самое что окрашивание главная особенность всех камуфляжи это незаметность в противовес аммиачным краскам которых самое главное и важно это яркий и заметный результат в средствах для камуфлирования нет жестких ингредиентов которые ярко окрашивают волосы поэтому будьте уверены никто не заподозрит что вы красите волосы второе второе что важно знать все думаю что если начну камуфлировать волосы то придется регулярно подкрашивать отрастающий корень как это делают девушки ребята это совершенно заблуждение крающий пигмент постепенно вымывается из волос и границы отрастающих волос размывается незаметно как говорится комар носа не подточен и так третье эффект от камуфляжа будет держаться от 3 до 5 недель тут все зависит от вашего типа волос и ухода если хочется продлить эффект камуфлирования я рекомендую использовать шампунь для окрашенных волос той же марки что и краска в моем случае я использую профессиональный камуфляж от компании american crew вот такой ну и шампунь precision blend четвертый пункт он же и последний на сегодня чтобы делать камуфляж волос не нужно специально теоретической подготовки или особых навыков использование камуфляжа напоминает обычное мытье головы с нанесением маски для волос ребята маски пара минут нанесения потом 10 15 5 7 минут ожидания еще две минуты нужно чтобы смыть теплой воды в общей сложности вам нужно потратить но около 20 минут один раз три или четыре недели все как всегда очень просто и так сегодня я сделаю камуфляж волос на голове и бороде использовать мы будем краску от компании american crew вот посмотрите в линейке всего четыре цвета к сожалению нет коробочки коротко расскажу о цветах запоминайте цвет под номером 23 это самый темный оттенок натуральный идеально подойдет для брюнетов и шатенов цвет под номером 45 говорю нет коробочки подойдет для русых тонов волос цвет под номером 56 а пепельный оттенок поможет подчеркнуть естественную красоту седых волос убирать желтизну и придает благородный жемчужный оттенок и так цвет под номером 78 это натуральный блондин светлый оттенок прекрасно подойдет для работы с волосами светлых тонов тут все понятно совершенно авторитетно заявляю что с выбором ошибиться невозможно и так что мне понадобится для того чтобы быстро и с удовольствием затонировать свои волосы краска для брюнетов под номером 2 дробь 3 окислитель вот в таком удобном флакончике самая обычная обыкновенная расческа но и вот такая кисточка и небольшая емкость чтобы смешать краску и окислитель а и тут сразу совет используйте только пластмассовые емкости важно чтобы ваша мисочка не разбилась если вдруг уронить ее в ванной комнате техника безопасности друзей мои превыше всего кстати о технике безопасности прежде чем использовать любое косметическое средство проверяйте его на аллергическую реакцию хотя в принципе все средства от american crew проходит очень строгий дерматологический контроль но всегда может произойти что-то непредвиденное как говорится береженого бог бережет и чтобы сделать небольшой тест достаточно нести немного средства себе на запястье там или вот на кожу за ухом подождите минут пять а потом смойте обычной водой если ничего не случится то все хорошо смело пользуйтесь но тут у вас может возник вполне законный вопрос а что делать если у меня обнаружился аллергия выбрасывать купленную краску получается что я выбросил деньги на ветер тут у меня есть для вас отличная рекомендация любой барбершоп нашей сети делает услугу камуфлирование волос бороды и головы просто при следующем посещении барбершоп расскажите мастеру о вашем намерении начать тонировать волосы и попросите сделать тест на аллергию так вы убьете одни выстрелы не скизать получите консультацию профессионала естественно сможете протестировать средства подобрать идеальный оттенок ну и приобрести понравившуюся косметику и все это в общем-то не вставая с кресла от барбера пока вам делают так обычно отличную стрижку это просто подарок ну ладно хватит теории давайте перейдем дело и так первым делом готовим краску смешивают краску окислитель в пропорции один к одному ребята опять же равные пропорции можно делать это на глаз или используйте обычную столовую ложечку если вы переживаете что ошибетесь совершенно не обязательно использовать весы поверьте мне с ними больше возни чем пользы для своего объема волос я возьму две столовые ложки краски столько же окислителя все хорошенечко перемешиваем мыть голову перед камуфлирование нужно главное чтобы волосы не были очень грязными лежит а да вот еще важно поскольку буду делать камуфляж в одежде я накину пеньюар но вам я рекомендую делать эту процедуру в ванне краска уже готова и ждет меня но поможет в этой нашей истории мой друг гуру по краске ходячий энциклопедия барберинга влад мастер салона бородач на контине ребята берем краску кисточкой и промазываем волосы начинаем с тех зон головы которые больше всего нуждаются в тонировке там где больше всего седины это связано с тем что на этих зонах краска будет лежать немного больше пока я подкрашу остальные волосы а значит эффект будет ярче если вы это делаете самостоятельно и вы не уверены на сто процентов что равномерно распределяйте краску расчесывайте волосы обычный комбинированной расческой во все стороны если вы не спачкали кожу лба или сильно залезли краской за линию роста волос то обязательно уберите краску обычным мягким ватным диском еще одна важная рекомендация пигмент в краске схватывается ребята очень быстро поэтому когда будете наносить краску не тяните и не отвлекайтесь за 35 минут вы должны успеть промазать все волосы как говорится не спеша но быстренько после того как все готово ждем 5-7 минут и смываем краску вытираем полотенцем и укладываем феном совершенно как обычно друзья мои теперь можно сравнить результат мои седые волосы приобрели деликатный темный оттенок при этом ярких и сильно констрастных изменений не произошло именно такой результат мы и хотели получить дальше делаем камуфляж седых волос на бороде последователь совершенно такая же берем тот же оттенок краски смешиваем один к одному с окислителем хорошо перемешиваем после этого кисточкой промажем бороду чтобы выдержать контур бороды на щеках не испачкать краской щеки используем опять обычную расческу сначала наносим краску на щеки и усы и подбородок затем переходим к основной длине на шее на шее промазываем сначала по росту волос а затем против роста после того как я нанес краску кисточкой беру расческу и прочесываю бороду чтобы распределить равномерно краску по всей длине волос все готово если вы сильно зашли краской за контур бороды уберите ее обычным ватным диском и хорошо осталось подождать 5-7 минут а потом смыть можно посмотреть stories или почитать новости но в этом случае лучше поставить таймер на 7 минут если передержать краску то можно получить совершенно неконтролируемый результат финале смываем красочку с бороды протираем полотенцем и высушиваем пеном все готово посмотрите вот такой шикарный результат мы получили приблизительно за 15 минут если сравнить фотографии до и после то безусловно разница очевидна думаю что этой легкой процедурой я помолодел вот лет на 10 согласны заключение хочу сказать что седина это не приговор а лишь повод начать следить за собой еще внимательно если вам кажется что седина отнимает у вас баллы в глазах коллег или прекрасного пола вы знаете теперь знаете что делать пользуйтесь слогой камуфлирование седины в любом барбершопе нашей сети барбершопов бородач это вот самый главный мой совет поэтому если вам понравилось видео результат нашего преображения нажимайте лайк и колокольчик обязательно продолжайте оставлять свои вопросы под нашими видео я с большим удовольствием отвечаю на них и спасибо вам за вашу вовлеченность это по-настоящему приятно все как обычно вы были на канале я бородач с вами был георгий альфредович спасибо до свидания я бородач его я бородач его я бородач его я бородачю